Вторая глава книги пророка Агея, напомню, что она относится к 520 году до нашей эры, очень легко датироваться, она сама себя датирует, когда после Вавилонского плена уже в персидское время можно было иудеям вернуться, восстанавливать храм Иерусалим, многие это так и сделали, а многие не торопились извернувшихся, у них было много всяких своих дел, забот, и первая глава, собственно, об этом и говорит, время ли вам жить в своих домах, пока стоит пустым Господний храм. И это напоминает, конечно, о том, что мы часто говорим не время, а чем-то очень важным и нужным. Начали строить, да, начали, но прошло не более месяца, как возникли вопросы, которые обсуждаются во второй главе и последней главе этой пророческой книги. В седьмой месяц, в 21 день, было слово Господне через пророка Агея. Уже уточнения пошли. «Скажи наместник Иудеи, зарубавилю сына Шалтея, или к первосвященнику Иисуса сына их от Садака, и к остатку народа так, есть ли среди вас кто-то, кто видел этот храм в его былом величии?» Ну, он был разрушен чуть более 70 лет назад, то есть, в общем, практически никого, да, но, наверное, помнит, каким он был, хотя бы по рассказам, да, не очевидцы, но кто-то, может, очень маленьким ребенком был, а кто-то, может быть, слышал от родителей. И на что он теперь похож? Он в ваших глазах ничто. То есть, храмик маленький-то получается, не могут они восстановить великолепного Соломонова храма. И, конечно, переживают. Вот надо бы нам все сделать, как было, но не выходит. Что же делать? «Но теперь будь тверд, зарубавил сын Шалтея, пророчество Господа, будь тверд и ты, первосвященник Иисуса сына их от Садака, будь тверд и весь простой народ пророчества Господа, трудитесь, ибо я с вами, пророчество Господа и воинство». Все получится. Вопрос не в том, насколько роскошен этот храм. Вопрос в том, что вы делаете. То есть, где ваше место в этом мире, чем вы занимаетесь в этом всем? Завет мой, который заключил я с вами при вашем исходе из Египта, и мой дух пребывает с вами, не бойтесь. Вот опять-таки та же тема, время ли вам жить в своих домах. Если вы остаетесь с собой, если вы делаете самое главное, если вы собираетесь как народ, как община вокруг своей святыни, все будет хорошо, все будет достаточно хорошо, хотя, наверное, не дотянет до величия прежних времен. Как часто мы думаем о том, что вот вернуть бы там величие Российской империи или там кто-то Советского Союза. Надо быть собой. И вот Господь говорит, тогда я с вами. А там большой, маленький, разберемся, это не самое важное. И тут же он отдает некоторое предупреждение. Так говорит Господь воинств. Еще немного я сотрясу небеса и землю, море и суши. Я сотрясу все народы и принесу желанное богатство все народы. А храм этот наполнится славой, говорит Господь воинств. То есть произойдут какие-то потрясения, после которых в этот храм придут все народы. В Иерусалим приходят, приезжают, да. Конечно, храм не сохранился, тот второй, который был построен. Но в каком-то духовном смысле, да, да и физическом отчасти, паломники, туристы, но и в духовном смысле все человечество приходит вот к этой вере в единого Бога, которую когда-то провозгласил Израиль, приносит свои богатства, приносит свою культуру, свое наследие. И вот это приходит, да. А та община была крохотной и маленькой. Ее задача была просто остаться с собой, сохранить вот эту веру, начать строить храм хоть как-то. Слава нового храма будет больше славы прежнего, говорит Господь воинству. На этом месте я дарую вам мир. Таково пророчество Господа воинству. В 24-й день 9-го месяца 2-го года царственной, то есть еще спустя пару месяцев царственной даре, было слово Господник пророка Акгию. Так говорит Господь воинству. Спроси священников о законе. Если кто-то понесет в полах одежды освященное мясо, ну то есть мясо жертв, да, человек несет из храма, принесенное в жертву мясо, завернув его, да, в одежду, чтобы как-то донести, да, карманов не было, тем более пакетов полиэтиленовых, и пол его одежды коснутся хлеба или похлебки, вина или масла, или еще какой-то пищи. Осветится ли она? То есть станет ли она тоже ритуальной и, в общем-то, принесенной в жертву? Нет, ответили священники. Тогда Агей спросил их, а если кто-то оскверненный коснется всего этого, осквернится ли пища? Осквернится, ответили священники. Но это законы ритуальной чистоты, то есть менее чистое загрязняет более чистое. Ну, как и, в общем, в природе, да, если чистую воду капнуть в болото, болото не станет чистым. Если болотной воды плеснуть в чашу с чистой водой, вся вода станет грязной, да, то есть нечистота заражает. А чистота, как отсутствие нечистоты, естественно, не распространяется. Она сохраниться может, но не более. На итоге сказал им, таков и этот народ, и все эти люди предо мной, пророчество Господа, и все дела их рук. Что они не принесут, все нечисто. То есть есть в народе некоторая нечистота, и пока от нее не избавиться, нечисто все их служение. Смотрите, всего лишь три месяца назад они начали строить храм. И уже уперлись в то, что все как-то и со строительством храма не совсем так. И дальше он снова такую материальную сторону подробно разъясняет. А теперь поразмыслите о том, что было прежде, пока не положили еще камни на камень в основании Господнего храма. Как бывало у вас? Приходил кто к копне на 20 мер зерна, выходило 10. Приходил кто к довильне, где 50 мер винограда, а выходило 20. Я истреблял то, над чем вы трудились, плесенью, тлью или градом, но вы не обратились ко мне, пророчество Господа. Поразмыслите, как было до сегодня, от 24 дня 9 месяца, от дня основания Господнего храма. Поразмыслите, есть ли еще семена в амбарах, и лоза, и смоквы, и гранаты, и оливы не плодоносили, но с этого дня я благословлю их. То есть, этот срок был сроком какого-то испытания. Продолжит ли строить храм? И хотя Господь говорит, очень много нечистоты, и получается, что все ваше служение нечисто, но хотя бы так. Но все равно благословлю, все равно вот то, что вы решили строить храм, и три месяца прошло, я увидел то, что вы готовы это делать, уже служат достаточным основанием для того, чтобы вернуть вам благоденствие. Снова было слово Господне Кагеве, 24 день месяца. «Скажи наместнику иудеев зарубавелю, сотрясуя небо и землю, неизвергну престол и царств, истреблю силы царств языческих, опрокину колесницы и наездников, и кони, и всадники падут, один от меча другого». Ну вот, такая последняя битва, это частая тема апокалиптических пророчеств, когда царства будут воевать, и все будет так вот огненно и страшно. «И в тот день пророчество Господа воинства, я возьму тебя, мой служитель, зарубавил сын Шаласиеля, пророчество Господа, и сделаю тебя своей печатью, ибо я тебя избрал». Пророчество Господа воинства. В общем-то, уникальная вещь, политический лидер, тем более персидский наместник, становится печатью Господа, становится, ну, фактически наместником не персидского царя, а Господа в этом народе. Вот, оказывается, чем может быть политик, управленец, говоря современным языком, даже не первосвященник, который там тоже упомянут, а именно этот самый управленец. В общем-то, только по одной единственной причине, он исполнил то, что ему было сказано, он дал народу вот эту цель, он начал созидать народ вокруг священного пространства, вокруг храма, вокруг чего-то главного. Только и всего. Ни великие завоевания, ни стройки пятилетки, ни победы над врагами, ни какое-то потрясающее там руководство в разных областях, ни популярность среди народа, а всего лишь вот эта верность призванию, всего лишь вот эта верность Богу, это такое величие, которое не проходит. Книга пророка Аггея.